Вот он. Вернемся к нашей модели операционного цикла. Мы видели здесь вот это оборачиваемость депутатурской задолженности, после которой я вернулся к оборачиваемости. Давайте сделаем так, что ее нет. То есть мы такие умельцы, что мы получаем сырье до того, как мы оплатили. То есть нам поставили 1 марта, мы оплатили 5 марта. Вот так вот мы сделали хорошо. И отгрузку мы произвели, например, 26 марта, а деньги получили 24 марта. То есть у нас с двух сторон мы депутатурку ликвидировали. Такое бывает в некоторых фирмах и в некоторых отраслях. Как видим, депутатурки нет. Появилась кредиторская задолженность. То есть мы уже должны. Но что такое кредиторская задолженность? Кредиторская задолженность – это источник наших активов. Это источник. Это кредит и займ, которые мы получаем просто так. Поэтому вот этот оборот кредиторской задолженности, мы его даже можем не считать. Потому что это наш источник бесплатной капитала. Который мы при умелом составлении контракта ничего не платим. И тогда мы видим, что производственный цикл равен операционному. То есть поступило сырье и материалы, потом мы их отгрузили. Вот, да, да, отгрузки покупателю. Все, операционный цикл равен производственному. Это также одна из задач финансового менеджера. Да, значит, вторая задача, третья задача финансового менеджера в этом плане – сократить оборачиваемость дебиторской задолженности. Как со стороны поставщиков, так и со стороны покупателей. Так, идем дальше. Возвращаемся к слайдам. Так, вопросы. Да. Выходные не учитываются. Дат получения денег в субботу. Ну, по-хорошему. А как вы в субботу сможете получить деньги, если суббота не рабочий день, банки не работают по субботам? Учитывать выходные или нет? Вопрос. Ну, по-хорошему, конечно. Вот, смотрите, если у нас есть какое-то непрерывное производство, да, где отгрузки идут и выходные. Вот я работал, когда в нефтегазовой отрасли и продукты нефтехимии отгружались вагонами, грузовыми фурами по 20 тонн, но там нет выходных, да, то есть там производство, потому что оно безостановочно работает, постоянно вываливается какое-то сырье с нефтеперерабатывающих заводов, постоянно гонятся машины и поезда. Поэтому при расчете в таком случае оборотного капитала, я думаю, что выходные не нужно учитывать. Но если мы имеем дело с каким-то производством, где есть выходной день, да, хотя я не знаю, такого сейчас на скидку, где такие прям производства бывают с выходными днями, то, ну, пусть они будут, да, то, конечно, да, это нужно учитывать. В модели нужно обязательно вычитать тогда выходные дни, потому что просто выходные дни вы не сможете получить деньги. Давайте, кстати, я буду... Вот именно графики-то как раз вот получали деньги, что и смутило. А, на этом графике, здесь я в отрыве от выходных дней все это делал, хотя по-хорошему, конечно, ваша модель должна это учитывать, то есть сюда можно зашарить какой-то данный по выходным дням и сделать какие-то запретительные цифры по выходным дням. Все это можно, да, докручивать. Кстати, датиком мы запишем... Вопрос я запишу, потому что я уже могу забыть. Значит, с меня разбор сравнительной модели по формулам, да, по разным формулам. Так, и еще у нас... Почему-то я тоже не был готов. А, то, что мы внедряем... Мы падаем, а оборот авансов выданных. Так, это за мной мой преподавательский долг. Так, поехали дальше. Так, это мы проговорили. Здесь мы тоже объясним про финансовый цикл. Производственный цикл рассказал. Оборот дебютерской задолженности показал. Это тоже объяснил. Вот я люблю больше на Excel объяснять, на самом деле, чем на слайдах, потому что, я думаю, это понятнее всегда становится. Так, управление денежными средствами. Да, мы переходим уже к следующему нашему разделу. Может быть, кому-то перерыв нужен? Напишите, пожалуйста. Мы можем сейчас на 10 минут прерваться. Excel понятнее, да. Я, на самом деле, не хотел сегодня продолжать. Не хотел сегодня больше, чем 2, 2,5 часа, потому что, как бывший слушатель Академии, я знаю, что это просто нереально, там, больше 2,5 часов сидеть. Поэтому все, что сегодня не успеем, мы завтра продолжим. Вот, тем более, что на завтра тема у меня небольшая была, управление оборотным капиталом, там, ну, буквально минут на 40. Вот, поэтому двигаемся дальше. Итак, управление денежными средствами. Да, одна из, один из элементов оборотного капитала – это денежные средства. Это самый ликвидный элемент оборотного капитала, да, потому что денежные средства у нас, мы можем тут же их кому-то отдать или получить за один день буквально. Значит, я хотел вам рассказать про структуру управления финансовыми фирмами, да, но это бы у нас еще там минус 40 заняло бы, да. Вот, вот именно денежными средствами, как правило, осуществляют управление казначейства фирмы. Если фирма, конечно, большая, если фирма небольшая, да, обороты небольшие, то это, как правило, ложится или на экономистов, или вообще на бухгалтеров. Будем считать, что у нас большой концерн, и у нас есть казначейство. Вот казначейство фирмы ответственно за управление денежными средствами. Управление денежными средствами состоит из нескольких разделов. Долгосрочное планирование, структурирование сделок, краткосрочное планирование, управление ликвидностью, исполнение платежей, работа с банками, организация архитектуры управления денежными средствами, анализ движения денежных средств, управление рисками и доходностью денежных средств, дилинг, осуществление денег с денежными инструментами. Семь разделов. Поехали? Про каждый раздел теперь подробно расскажу. Итак, управление денежными средствами начинается с долгосрочного планирования и структурирования сделок. Я так понял, никто не смотрел бюджетирование, которое выложили в четверг еще. Поэтому этот раздел вам может быть не совсем понятно. Бюджет движения денежных средств составляется на этапе стратегического планирования деятельности компании. То есть вообще планирование деятельности компании состоит из трех больших разделов. Первое – это определение миссии компании. Второе – это установление стратегических целей согласно миссии. И третье – это бюджетирование. То есть выкладка всех этих целей в цифры. Что такое бюджетирование? Бюджетирование – это планы в цифрах, в финансовых показателях. Поэтому одной из составляющих бюджетирования является составление бюджета движения денежных средств. Бюджет движения денежных средств – это несамостоятельный какой-то элемент. Да, это часть основных бюджетов. То есть в финале бюджетирования мы получаем три больших бюджета. Бюджет прогнозный баланс, бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов. Можно еще сюда бюджет капитальных затрат применить. Но, по-моему, это, по моему мнению, это все-таки вспомогательный бюджет. Вот. Три больших плана. Бюджет движения денежных средств – это полностью взаимозависимый бюджет от других операционных бюджетов. То есть вот сам по себе финансисты, козначения, они не составляют этот бюджет. Он у них агрегируется из других данных. Из каких? Это вот из моего урока бюджетирования. Я там все это рассказываю. Показываю наглядно в Excel. Там у меня вообще слайдов практически нет. Вот. Мы получаем бюджет движения денежных средств. Как правило, компания ей составляет программа развития на 10 лет, на 3 года. Ну вот я работал с 7-летним и 3-летним программой развития. Составляется бюджет движения денежных средств на 7 лет, на 3 года. Как он составляется? Где финансовый менеджер начинает участвовать? Он как раз начинает принимать счастье в структурировании сделок. Что это такое? В частности, от финансиста требуется определить, каким образом мы работаем с поставщиками и покупателями по порядку оплаты. Будет ли это предоплата поставщикам? Если да, то на какой срок? Или это будет в разбивке предоплата, постоплата? Или это будет только постоплата? Или это еще какие-то варианты будут? А может быть, будут какие-то гарантийные инструменты? Например, депонирование суммы. Много-много вопросов, на которые финансист должен сразу дать ответ. По структурированию сделок, по определению требуемых показателей по дебиторке, кредиторке, это вот дальше чуть-чуть, когда мы будем говорить про управление дебиторкой, кредиторкой. Дальше. Мы продаем продукцию. А как мы продаем? Требуем ли мы стопроцентного авансирования? Если да, то на какой срок? Может быть, нам требует стопроцентное авансирование для запуска продукции в производство? Или же какой-то другой аванс просить? На какой срок? Когда? Или же мы можем отгружать, а потом получать деньги? Опять-таки, на каких условиях? Какую ответственность мы должны прописывать? Я вам могу сказать, что ответы на эти вопросы, они просто офигенно влияют вообще на все остальные показатели фирмы. На прибыльность, на рентабельность, на много-много. А почему-то об этом очень часто забывают. Хочу подчеркнуть ваше внимание, еще раз обратить. Структурирование сделок и участие финансистов в определении параметров оплаты по договорам поставки, по договорам продажи – это ключевой момент определения всей финансовой деятельности фирмы. Как зашиты вот эти все ответы на эти вопросы во все бюджеты, таким будет БДДС. Если мы все будем предоплатами, платить предоплаты поставщикам и будем отгружать продукцию, не получив деньги, у нас начнутся кассы в разрывы, у нас начнутся кредитования, у нас начнутся, главное, большинствительностью. А там, соответственно, процентные расходы, там какие-то уже риски более высокие, в общем, как снежный ком. Поэтому про структурирование сделок мы поговорим, когда управление дебиторкой-кредиторкой, на мой взгляд, именно здесь и зашито. Окей, мы определили все, как мы будем расплачиваться, какой порядок у нас оплаты, и у нас БДДС родился, исходя по этим параметрам. Как он выглядит, сейчас я вам покажу. Значит, основные моменты, вот это я вам рассказал, прямой метод составления. Значит, БДДС составляется, исходя из других бюджетов, и вот косвенный метод, да, есть составление отчета. Отчет, окей, косвенным методом можно строить, хотя лично я ни разу не строил косвенным методом. Вот этот usegap лично никогда не строил. Ну ладно, окей, это неважно. Нужно понимать, что все цифры – это прямой метод, да. То есть если у нас написано, что миллион мы получим, то это именно миллион кэша упадет нам на расчетный счет. Или если написано, что мы отдадим налогов, НДС, там, 500 тысяч какого-то в каком-то месяце, квартале, году, то это значит, что именно тогда мы кэш отдадим 500 тысяч. Вот. Здесь я уже подчеркнул, что строится на основании других бюджетов. Вот. Значит, здесь всю процедуру я так изобразил в этом небольшом блок-схеме. Долгосрочный, среднесрочный БДДС, который является частью программы развития. Горизонт планирования от 10 до 3 лет. На основании, исходя из этих бюджетов, строятся годовые бюджеты. Это могут быть трехлетние скользящие бюджеты, да. Например, на 2018 и 2020 год составили бюджет, а в следующем году на 2019 и 2021. То есть, возможно, скользящие трехлетние бюджеты, возможно, годовые бюджеты. Как правило, разбивка квартальная. И уже на основании годового бюджета уже строятся платежные календари на месяц. Платежный календарь – это фактически тот же бюджет движения денежных средств, но уже с детализацией до недель, иногда даже до одного дня. Когда, что мы платим и когда, что мы должны получить. Итак, когда мы вообще, вот мы финансисты, да, мы пришли в компанию, вот управлять финансами. Как правило, нам нужно определить сразу, с некоторыми моментами. Значит, нам нужно определить классификацию статьи и методологии отнесения операций на статьи движения денежных средств. О чем я говорю? Сейчас я вам покажу. Значит, вот этот момент я вот недавно только понял, да, вот будучи консалтером БДО. Незнание, неопределение методологии отнесения операций на те или иные статьи движения денежных средств. Ну, столько проблем причиняет и каких-то путаний с компанией серьезных, крупных, прибыльных. Ну, просто я удивляюсь, да. То есть финансовый менеджер должен определить классификацию статей, расписать почему-то как классификация методологии отнесения операций на статьи. Почему, вот, например, оплата там керосина или бензина по той или иной статье проходит, да. Обязательно должна быть взаимосвязь с другими бюджетами, да, с бюджетом доходов-расходов, с операционными бюджетами и с прогнозным балансом. Вот эта вот вещь, она очень тяжелая и часто отдают аудиторско-консалтинговым компаниям, ну, консалтинговым компаниям вот эту вещь структурировать. Вот в БДО я как раз занимаюсь вот в том числе вот этой вот вещью, вот этой задачей. Формат БДДС, да. Какой будет формат бюджета? Также определяет финансист. И вот тоже такая вещь, что часто отдают вот эту задачу консалтинговым конторам, которые помогают грамотно определить формат бюджета движения денежных средств, чтобы он был удобным, читаемым, информативным. Ведь это же все тянет еще за собой требования к IT-архитектуре. Да, то есть в какой-то момент финансовый менеджер или финансовый директор становится немного таким IT-специалистом. То есть сразу же отсюда рождаются требования и технические задания к IT-архитектуре, к ERP-системе. Дальше. Нужно определить центры ответственности по предоставлению информации. То, какую информацию должен предоставлять для составления бюджета движения денежных средств. В каком виде, когда. Много вопросов. Все это расписывается в регламентах, методологиях. Опять-таки, поскольку это вещь полунаучная, то отдают тоже консалтинговым конторам часто на откупы. Средние компании пытаются своими силами решать и, в принципе, тоже часто удачно. Дальше. Определить порядок сбора данных для BDDS и корректировки BDDS. То есть у нас... Как предоставлять цифры, в каком виде. Опять-таки, через IT-архитектуру. Кто какие кнопки нажимает. BDDS же это у нас живой документ. Он постоянно корректируется. Соответственно, порядок корректировок. Когда можно корректировать. Как это делается. Как это отражается на дальнейшей информации. Все это определяет финансовый менеджер. Так, что со звуком? Надо было какие-то мне эти... Какие-то развлекательные слайды сюда вставить. Я вот, кстати, сейчас вот на следующий раз понял, что иногда нужно какие-то передышки мозгу давать. Какие-то забавные случаи. Попробую завтра что-то накопать. Парочку перерывов сделать таких. Ментальных. Вот. Итак. Дальше мы должны определить формат платежного календаря. Да. Как у нас выглядит платежный календарь. Опять-таки, для чего? BDDS у нас на год составляется. Или на три года. На большой период времени. Платежный календарь. Мы должны понять информацию оперативно. Платежный календарь – это инструмент управления ликвидностью. Ежедневной ликвидностью. То есть, здесь должен быть другой формат. Какой? Как он вообще агрегирует информацию? Откуда? Опять-таки, много вопросов, на которые могут или консультанты ответить, или какая-то проектная группа финансовой дирекции. Порядок составления, корректировки. То есть, вот эти вопросы методологические, о них нужно помнить. И, да, даже еще отчет у нас есть об исполнении бюджета и платежного календаря. То есть, вот вы финансисты, всегда помните, что вопрос методологии, он на первом месте стоит. Просто я видел многие, ну, не многие, но вот некоторые финансовые отделы, которые не могли вот с этим разобраться. И, ну, там столько мучений было, столько времени потерянного трудового. То есть, можно сказать, что вот если здесь ответы на вопросы найдете, то, например, штатная численность будет сокращена до оптимального уровня. Одного-двух лишних людей, ну, условно говоря, можно отправить на заслуженный отдых, потому что не будет каких-то лишних операций. Вот, поэтому обращаю ваше внимание, что вот прежде чем чего-то управлять, чем-то рулить, нужно с методологией определиться. Вот, поехали дальше. И, пожалуй, мы как раз, я вам представлю форму BDDS. Сейчас я зашарю снова монитор свой. Так, тут у меня все время бюджетирование выскакивает, кстати. А, нет, это управление оборотным капиталом. Бюджетирование я уже закрыл. Намекает, чтобы я вам рассказал еще заодно. А то вы же не смотрите, устали уже смотреть. Так, значит, вот так выглядит типичный BDDS, бюджет движения денежных средств. Откуда я его взял? Я его взял вот с этого сайта. Это бюджет движения денежных средств в формат RGD на 2013 год. В открытом доступе есть. Значит, Акционерное общество российской железной дороги пользуется вот таким бюджетом движения денежных средств. На что обратить здесь внимание? Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода. Вот план. Нас интересует этот столбец. Значит, заносится какая-то начальная цифра. Дальше идут разбивки по счетам, какие-то депозиты, долгосрочные депозиты, потому что это все денежные эквиваленты. Это следующий денежный агрегат, я уже забыл, М2 или М1 по ликвидности. Вот цифры – это входящая информация. Дальше. Дальше идет раздел операционной деятельности, который у нас делится на поступление по операционной деятельности и выплаты денежных средств по операционной деятельности. Поступление по операционной деятельности. Так, другой цвет. Вот этот пример. Много-много всего написано. Ну, самое главное – поступление денежных средств от обычных видов деятельности. То есть это денежная выручка. Уржига, она разбита по направлению деятельности. Грузовые перевозки, предоставление услуг инфраструктуры. Ну, я так понимаю, это какая-то там депо или там маневровые работы. Что-то в этом роде. Пассажирские перевозки. Наши там поезда плацкартные, наши любимые. Перевозки данным следованием. Вот это разбивка, да, идет здесь. А, не разбивка, это разные статьи. Неважно. Суть в том, что это выручка денежная по всем видам деятельности. Вот есть обычные виды деятельности. Есть, соответственно, у нас... 1.1, 2.1... Почему-то я не вижу 2.1. Необычные виды деятельности здесь. А, ну вот, поступление от прочих доходов. Вот эта статья. Какая-то реализация запасов, штрафы, пение неустойки за какое-то излишнее пользование вагонами. Тут и бюджетные ассигнования запилены сюда. В общем, все-все-все. Вся денежная выручка, она падает от поступления по операционной деятельности. Далее. Ну и какая-то статья про прочие поступления, которые на самом деле являются одним из главных врагов финансового менеджера, потому что сюда могут запихнуть любую чушь. Вот. Эта статья, она может быть реальна только для одного. Возврат денежных средств. И все. Все остальные должны ложиться на те или иные статьи. Вот если у вас тут будут какие-то висеть еще суммы, кроме возврата, это плохо. Иначе с методологией не доработали. Дальше. Идут выплаты денежных средств в операционной деятельности. Первое. Выплаты денежных средств по обычным видам деятельности, по элементам затрат. Вот эти элементы затрат идут. Оплата труда, расчеты с персоналом. Оплата труда на первом месте дойдет. Дальше идут налоги. Текущие налоги, сборы, НДС-ку оплате, разбивка, соцстрах и так далее. Дальше идут финансирование материальных затрат. Товары, материалы, топливо, электроэнергия. Энергия. Вот все вот эти материальные затраты и прочие расходы. Здесь, я думаю, ног будет сидеть. Большая цифра. Опять-таки старайтесь избегать прочих расходов. Не должно быть никаких прочих расходов. Все должно на статье ложиться. Все нужно продумать, чтобы все выбытия были по статьям. Ну и какие-то прочие выплаты, страховые компании, тарифы и прочее. И все это у нас формирует чистый денежный поток по операционной деятельности, который будет себя раскладывать. Снепление плюс выплаты. Почему плюс? Потому что выплаты всегда идут за знаком минус. Дальше я вам покажу по упрощенному платежному календарю, как это все выглядит. Вот эти минусы, плюсы. Сейчас мы просто РЖДшное БДДС посмотрим, как такой вот непридуманный, а из реальной жизни. Вот, кстати, сейчас, может быть, вопросы есть у кого-то. Так, как мне тут чат увидеть? Так, мы не успеем, плюс вебинары интересные. Да, да. Ну вот я в такой же ситуации оказался год назад. Вот, ну ничего, потом посмотрите, когда нужно будет реально бюджетирование, гляньте. Вот. Но домашка на бюджетирование будет, так что придется как-то выкручиваться. Так, дальше у нас идет инвестиционная деятельность, да. То есть сначала операционка, да. Деньги заработали, деньги заплатили, чтобы заработать. Хоп, дальше инвестиционка, капитальные затраты. Вот. Поступление. Сначала смотрим поступление по инвестиционной деятельности. Поступление от финансовых положений, которое включает в себя продажа акций. Любых акций, кроме собственных. Да, это могут быть ДЗО и прочие какие-то долевые бумаги, в которых было участие. Продажа долговых ценных бумаг, то есть облигаций. Возврат займов. То есть отдали кому-то займ, вернули. То есть РЖД отдал кому-то займ и ему вернули. Это поступление по инвестиционной деятельности. Проценты получены от финансовых положений. Он раздал займы кому-то, да, РЖД. Ему платят проценты. Это вот в эту статью попадает. Полученные дивиденды. Поступление от инвестиционной деятельности. Ну, я не знаю, у РЖД какие там дивиденды могут быть получены, где он там участвует. А, ну да, да, у него же наверняка много дочерних предприятий. Да, он же собственник. Да, да, конечно. Полученные дивиденды от множества дочерних предприятий. Вот. Продажа основных средств, естественно, продаются вагоны, продаются какие-то подвижной составы. Это основные средства. Опять-таки, если не является этой частью операционной деятельности, да, может быть, у РЖД это является, я не знаю, может быть, он производит какие-то вагоны, это его часть операционной деятельности, продаж вагонов. Да, ну, не вижу такого. Ремонт тут есть, да. Так что, скорее всего, у него продажа вагонов – это не вагон, не уралвагонзавод, но у него идет по инвестиционной деятельности. Вот. Ну и какие-то прочие поступления. Да. Вот. Дальше у нас выплаты денег и средств по инвестиционной деятельности идут. Вот что у нас планируется. Выплаты, то есть все, что уходит от нас. Приобретаем долговые и ценные бумаги. То есть купили облигации, деньги от нас ушли, это выбытие по инвестиционной деятельности. Дали кому-то займ, деньги ушли, выбытие по инвестиционной деятельности. Некие прочие финансовые вложения. Дальше. Приобретение акций и иных ценных бумаг. Захотели купить какую-то компанию, войти в долю. По этой статье пойдет вот это, выбытие денежных средств. Кап вложения хозяйственным способом. Хозяйственным способом, честно говоря, не очень понимаю, но не суть. И сторонний подряд приобретения основных средств. Расчеты сторонних поставщиками и подрядчиками. Сторонний подряд приобретения основных средств. А, ну да, да. Как мы можем продать основные средства, так и приобрести их, соответственно. Они идут тоже по этой статье, по выбытию по инвестиционной деятельности. Ну и некие прочие выплаты. У нас формируется чистый денежный поток по инвестиционной деятельности. И вот у нас мы сформировали операционку, инвестиционку. И в итоге смотрим, нам хватает вообще денег. И может такое быть, что может нам не хватить денег. В видеоуроке по бюджетированию я объяснял, что кредиты на инвестиционные цели планируются заранее, планируются на этапе планирования инвестиций. Но у нас же может быть операционный разрыв. И мы видим его по... Вот сейчас бы мы увидели остаток денежных средств на конец периода. Вот сейчас бы, если бы у нас здесь какой-то минус был, то мы вынуждены были бы прибегнуть к финансовой деятельности. Итак, что это такое поступление по финансовой деятельности? Значит, эмиссия акций иных долевых бумаг. То есть вот РЖД есть, когда выпускают акции, и все деньги, денежные средства полученные от акций, это и допустим в финансовой деятельности. Вы прекрасно знаете, что эмиссия акций – это способ получить дополнительный капитал в обмен на долю собственности. Так что это способ получить денежные средства в обмен на собственность. С олимпийских объектов, ну это что-то такое свое, там, РЖД, там, в своей волне. С олимпийскими объектами, не знаю, что это. Значит, поступление по сделкам хиджирования, по договорам сублизинга. Не буду комментировать, потому что я лично вот с такими вещами не работал. Вот, поэтому, чтобы не быть там, не говорить по учебникам, не буду вот это комментировать. Привлечение заемных средств, предоставляемых другими организациями. Вот, соответственно, на что они у нас делятся? Кредиты банковские, да, облигации, выпуск облигаций и какие-то там прочие займы. Ну, например, можно взять у какой-то компании или у… Вряд ли у физлица РЖД будет брать займ. Вот, значит, и какие-то некие прочие поступления. Дальше вот это у нас выплаты финансовой деятельности. Все, что взяли, надо что? Вернуть, да. Поэтому здесь погашение кредитов, погашение облигационных займов, погашение каких-то прочих займов. Значит, они сюда поместили еще выплаты процентов. Купонный доход по облигациям, проценты по уплате, по прочим, кредитам и займам. Значит, вот здесь вот есть споры в сообществе финансовым. Вот выплату процентов куда включать? Я придерживаюсь такого мнения, что выплату процентов нужно включать в операционную деятельность, а не финансовую, потому что процент у нас выплачивается не за счет финансовой деятельности, процент у нас выплачивается за счет валовой прибыли, прибыли от продаж, и это уже результат операционной деятельности. Если вы будете читать стандарт МСФО, там, по-моему, так и написано, что, ну, короче, как хотите, туда и пихайте эти проценты, вот, туда и ставьте. То есть там прямо написано, что есть споры, есть разное мнение. Вот, как хотите, так делайте. РЖД сюда включила, я вот обычно включаю в операционку вот эти выплаты процентов. Ну, опять-таки, хеджирование, лизинговые платежи, вот, выплата дивидендов акционерам, да, РЖД, кто акционер, сейчас я вам точно не скажу, но там, в том числе, Росимущество присутствует, значит, выплата дивидендов и прочие выплаты. У нас формируется чистый денежный поток по финансовой деятельности, да. Вот, дальше у нас, ну, уже аналитические статьи идут, поступление всего, поступление без учета заемных средств, без учета погашения заемных средств. Все это формирует у нас в результате вот операционная деятельность 1, инвестиционная деятельность 2, финансовая деятельность 3, формирует чистый денежный поток. Вот. Курсовые разницы, конечно, есть тут разные валюты, это уже там детали. И вот у нас остаток денежных средств на конец периода. Вот, ну, тут с разбивками. Значит, вот остаток, он всегда должен быть положительным, да, отрицательного остатка не бывает. Если бывает отрицательный остаток, это означает, что нам нужно вот тут по финансовой деятельности мутить выборку кредитов. Ну, как правило, это или кредит, или займ, потому что, ну, вот эти вот облигационные займы и месяц ценных бумаг, они все-таки на этапе капитального вложения планируются. Вот, и мы получаем вот такой бюджет движения денежных средств, который может быть и на 7 лет составлен, на 3 года, на год. Здесь есть факт, потом столбец и отклонение уже для анализа этих столбцов. Субтитры сделал DimaTorzok